Приветствую вас, друзья! 24 ноября я сняла видео о том, как я варю твердый козий сыр на своем ферменте из желудков кроликов. Я обещала провести дегустацию этого сыра через 3 недели, чтобы определить, как сработал фермент, какая у сыра консистенция и вкус. Записать видео через 3 недели не удалось, так как начался рождественский пост. Разрезала я эту головку 14 января, то есть сыр провел в камере возливания 1 месяц 22 дня. Субтитры подогнал «Симон» Впервые я пробовала сыр собственного производства с таким сроком выдержки. Что я могу о нем сказать? Консистенция обычная для любого сычужного сыра. Очень ажурное на срезе, благодаря тому, что зерно разбивалось на отдельные кусочки. Это характерно для сыра сорта «Российский». Вкус очень ярко выраженный, сырный, сливочный, с очень острой ноткой. Я думаю, благодаря тому, что сыр находился в камере возревания длительное время. Корочка прилично подсохла. Я привыкла есть сыр, который выдерживался не более 3 недель. И сейчас мы разрежем одну из таких головок. Особенно я бы хотела остановить ваше внимание на то, как хорошо сформировалась корочка. Она абсолютно сухая, и на ней ни разу не образовалась плесень. И еще я заметила, что готовность сыра можно определить по сформировавшейся плотной сухой корочке. На что как раз уходит 2-3 недели. Консистенция такого сыра очень мягкая, пластичная. Структура тоже ажурная, то есть с механическими дырочками. Из-за разбивания сгустка на отдельные зерна. Вкус сыра, который выдерживался 3 недели, очень мягкий и сливочный. Такой, к которому мы обычно привыкли. Сыр, который выдерживается больше месяца, я думаю, подойдет только гурманам. Так как он все больше и больше набирает легкий козий аромат. Сыр, который выдерживался 3 недели, абсолютно без запаха, сливочного, мягкого, приятного вкуса. Итак, фермент на желудках кролика сработал на 100%. А своя закваска в виде простокваши сделала сыр необыкновенно вкусным и ароматным. В классическом сырном типе. Субтитры создавал DimaTorzok